Добрый день, дорогие друзья! Разрешите вас поздравить с началом Масленичной недели. Мы работаем в прямом эфире на 202.11.22. Вы смотрите программу «Универсальный формат». И я сегодня в таком вот, думаю, в импровизированном русском облачении сижу с вами, здороваюсь, Юлия и Север зовут меня. Что ж, конечно же, сегодня рассказываем о Масленице, говорим об этом замечательном празднике. Это замечательная неделя, которая нас ждет впереди. Неделя веселья, неделя гуляньи. Что же пройдет в Самаре, какие будут интересные развлекательные программы у нас, конечно же, расскажем сегодня как раз в прямом эфире. 202.11.22. Звоните, не стесняйтесь. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, задавайте, адресуйте. Я думаю, они с радостью на них ответят. Что ж, я вам представляю наших сегодняшних гостей. Мы уже перед эфиром с ними очень интересно посидели, поболтали, посмеялись. Думаю, сейчас как раз вас и зарядим хорошим настроением. Итак, знакомьтесь. У нас сегодня Татьяна Егорычева, руководитель клуба русского традиционного танца «Повертуха». Здравствуйте, Татьяна. Рядышком расположился Андрей Давыдов, заведующий фольклорной секции Самарского центра русско-традиционной культуры. Нина Акифьева, руководитель фольклорного ансамбля старинной казачьей песни «Вольница». Здравствуйте, Нина. Ну и Евгения Шабалина, рядышком со мной, участница, собственно говоря, этого Самарского ансамбля старинной казачьей песни. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вас тоже поздравляю, замечательный праздник. Спасибо, вас тоже. Сначала масленица. Для вас, как для любителей русской культуры, для ценителей традиций, это действительно праздник? Конечно, праздник. Это один из самых главных праздников, вообще, я считаю, у русского народа, потому что с нетерпением вообще ждали масленицы, потому что в этот день, точнее, в эту неделю, это последняя неделя перед Великим постом, когда можно было наесться до отвала и блинов, да, и молочных продуктов, потому что на Великий пост уже, естественно, этого всего было нельзя, и поэтому вот масленичную неделю ждали с нетерпением. Это такой большой народный праздник, действительно. Большой народный праздник, да, и веселились, и объедались. Замечательно. Я так понимаю, что в Самаре тоже планируется что-то интересное, в том числе 21-го, я так понимаю, февраля состоится самарский русский вечер. Рассказывайте, что состоится, где состоится, чтобы сразу так завлечь народ? Вечерки. Традиционные вообще молодежные гуляния, которые вот уже в течение двух лет в Самарском центре русской традиционной культуры проводятся нашими силами. Значит, и вот, собственно, конечно, масленицу мы обойти не смогли, и традиционно мы делаем большую масленичную вечерку на 21-го числа, да, в 18.00. Вот, ну вот, Татьяна расскажет, как ведущий, как человек, занимающийся традиционной русской хореографией, как бы вот, ну, в общем. Что ожидается? Программа. Вкратце хотя бы. Вкратце. Ну, программа, на самом деле, у нас планируется насыщенная, там, естественно, это будут танцы, традиционные танцы, которые мы записали от наших дорогих учителей, от бабушек, от носителей, собственно, русской традиционной культуры, вообще, в частности, традиционной пляски, планируются вот игры, танцы, также фольклорный народный театр, это театр Петрушки, это театр, это вождение ученого медведя. Ты не раскрывай всех секретов. Хорошо, не буду. Очень будет много всего интересного, действительно, и я думаю, что... Также вкусные блины, обязательно. Традиционные ярмарочные, так воссознанно ярмарочные гуляния. Атмосфера, настроение. Все разучивается, поется и происходит тут же на месте. Да, то есть, если человек не знает... Как это сейчас говорится в онлайн-режиме. Да, если человек не знает, что вот пришел первый раз, мол, я не знаю, как, я не умею танцевать, я не умею петь. Он тут же встает, ему тут же показывают движение, слова говорят, и он тут же начинает, собственно, все это воспроизводить. И вот с таким голосом, что я все это делаю. Я это умею. А когда он еще узнает, что это его бабушки танцевали, тут у него какая-то гордость возникает за то, что он прикоснулся к какому-то наследию своего, да, как бы, там, народа. И, конечно, это тоже очень приятно и важно. Вот, потому что танцы, которые танцуем мы, это танцы, бытовавшие в деревенской среде в конце 19-го, в начале 20-го века. Значит, это еще вот ваши бабушки, наши бабушки еще помнят эти танцы. Вот, ну, они ушли, поскольку пришла в деревню музыка, вот, с телевизора, магнитофоны. И телевизоры, да. И, соответственно, ну, мы стараемся возвращаться к этому. Почему? Потому что это самая лучшая, на наш взгляд, сегодня форма по привлечению вообще молодежи, и не только молодежи, у нас самый разный возраст, да, на вечерках. Вот, именно вот в среду, именно вот этого общения, совместного времяпрепровождения, танцев, лучший способ познакомиться, пару себе найти. Отдохнуть семьей, да, например. То есть, да, приходите с детишками с маленькими. Да, живая музыка, что непременным составляющим является вечерки. Это живые музыканты, гармошка традиционно, скрипка народная, там, да, балалайка, да, гусли. То есть, все это звучит на вечерке. Слушайте, ну, вы уже так, прям вот, не знаю, мне кажется, уже хочется, хочется побыстрее. Нельзя гнать время, потому что каждый день масленицы это особое событие, это особая история. Я думаю, нам немножечко расскажете, что же обозначает каждый день масленицы. Но, а прежде, чтобы передать атмосферу, чтобы вот наши зрители зажглись, я предлагаю что-нибудь исполнить. Тем более, вы сегодня принесли в эфир гусли. Ну, нельзя упустить такой момент, такой шанс, чтобы у нас прозвучало что-нибудь такое в эфире. Да, мы попробуем что-нибудь сыграть, вот поскольку этот инструмент под рукой оказался. Ой, вы блины мои, блины, да вы блиночики мои. Вы блины мои, блины, да вы блиночики мои напекла. Я блины на четыре сковороды. Вы напекла, я блины, да на четыре сковороды. Никто блины не берет, никто даром не возьмет. Только серая свинья понюхала и пошла. Только серая свинья понюхала и пошла. Собственно, здорово, спасибо вам огромное большое. Это что-то было, не знаю, очень отрадно, что действительно сейчас все это ценится. Наша культура, которая необычайно интересна, необъятна, наверное, вот так вот за год, мне кажется, даже все изучить, каких-то таких обрядовых моментов, очень-очень все сложно. Всю жизнь не хватит, конечно. Всю жизнь надо понимать, познавать и так далее. Хорошо, давайте немножечко поговорим о Масленице. Сегодня первый день Масленицы. Как называется? Ну, я думаю, Евгений нам ответит на этот вопрос. Помощь друга. Просто ребята, они как бы очень-очень хорошо в этом разбирается. Женечка у нас очень скромная. Ну, скажи. На первый день. Ну, первая встреча. Встреча. Ну, да, первый день. Когда сейчас все начинается вот в этот день, все начинают замешивать тесто, первый день уже, ура, блины, уже в гости кому-то бежать. Ну, на самом деле в этот день начинали делать чучело-масленицы, да, то есть начинали наряжать ее вот эту, собственно, вот эту бабу, так сказать, да, салонной, да, брали старую женскую одежду, собственно, наряжали. Ее сажали в сани и катали по всей деревне, собственно, по всей округе. Говорили, что вот масленица приехала, что вот ее встречают таким образом. Вот. Вот, потом, собственно, ее ставили, а, ну, это уже второй день. Да, вот в первый день вот ее возили по деревне. У каждого дня было свое название, но тут нужно очень сказать и сразу, чтобы было понятно. Дело в том, что традиции празднования масленицы, они очень отличаются. По всей России празднуют масленицу по-разному. Вот мы, наверное, очень интересно будет, расскажем, как масленицу в Самарской области празднуют, поскольку мы ездим в фольклорные и этнографические экспедиции и записываем в том числе. Вот масленица по рассказам бабушек у нас здесь в Самарской области, в общем-то, начинала с четверга, широкий четверг. Широкий масленица. Да, то есть широкий четверг, когда вот про начало масленица уже в меньшей степени рассказывают. Вот. Также и название дней ушло. То есть где-то оно сохранилось до нас, да? То есть локально. Локально, локально это вот, вот. Вспоминают все повсеместно, конечно, что с четверга начинали кататься с горок обязательно на санях. Молодые пары, которые, да, масленичная же неделя, это же, да, свадьба, это свадьба. Перед постом, как раз. Перед постом, да, обязательно, да. И садились в, значит, запряженные тройки, наряженные, значит, очень красиво, выезжали кататься и пели обязательно масленичные песни, ну, скажем, такие длинные, протяжные песни, опять же, обозначая, что вот пара сформировалась, что вот это вот теперь моя, там, да, значит, и вот мы с ней уже вот как бы вот, чтобы перед всей общественностью было понятно, да, это вот такие вот отношения уже публичные, скажем так, происходили. Это же показывали на анти. Вот. Разный обряд, например, очень интересен обряд, значит, который был связан с субботой, вот в ночь, суббота на воскресенье, на масленичные недели, в Богатовском районе, в селе Ивановка выходили гонять чертей. Вот, значит, знаете, как это происходило, значит, забирались на гору, у них там такой, значит, холм был большой, вот они всей деревне туда стекались, значит, ну, это уже более поздний период времени, раньше, я думаю, что это было что-то другое, брали покрышку, ее, значит, зажигали и на каком-то шнуре, значит, ее начинали разматывать над головой, это называлось гонять чертей, вот, то есть я думаю, да, колесо, возможно, было раньше, да, ну, говорили, что вот такой вот обряд существа, то есть это очень интересная тема, конечно. У нас, конечно, необъятная страна, очень широкая, поэтому наверняка какие-то традиции, они различаются в каждом регионе, в селе, в селе, в селе, даже соседние села могут отличаться. Да, настолько сильно, что порой вот с соседнего села смотришь костюмы, допустим, этнографические, и думаешь, боже мой, это не русские какие-то здесь жили, оказывается, что это, да, просто переселенцы из другого села, в смысле, откуда-то, из других мест, региона, приехали к нам и принесли вместе с собой ту культуру того региона, в котором они проживали. А у нас же здесь переселенческая культура, поэтому все очень интересно. Интересно. Хорошо, есть у нас вопрос к нашим телезрителям, собственно говоря, как называется Масляная неделя по церковному уставу. 202-11-22, ну, наверное, дам я подсказки вам, блинная, сырная, светлая или все-таки масляная седмица. 202-11-22. Если ответите правильно, то получите два билета на спектакль «Танец Дели», который состоится 21 февраля в Самарской площади, но вот опять же у вас есть... И на вечерку. И на вечерку. И на вечерку, да. Чтобы сначала можно отправиться как раз на спектакль, потом на вечерку, потому что спектакль будет чуть-чуть пораньше, нежели у вас вечерка начнется. Я думаю, с вопросом справится наш телезритель. Конечно, конечно. Слушайте, ну вот такой я нашла еще интересный факт, не знаю, факт или нет, быть может, вы меня как-то развеете, что до принятия крещения на Руси масленица называлась камоедицей, правильно ли это? Есть ли такое? Вы знаете, тут очень много споров и очень много дискуссий на эту тему, потому что вся та культура, которая до нас дошла какими-то фрагментами до принятия христианства, конечно, это очень спорно. И в научной среде, и вообще как бы людей, которые читают исторически какую-то литературу и занимаются именно изучением этого вопроса, это очень спорный вопрос. Я могу сказать одно, что масленицу, например, не во всех селах далеко сжигали в виде чучела. Вы знаете, что это традиция тоже, которая очень локальна. В одном селе сжигали чучела, причем не делали ей лица, если вы знаете, да, не... Чтобы не было изображения. Изображения, да, не делали. А в других селах нам рассказывали, это в Самарской области тоже мы записывали, что сжигали, просто делали большие костры. Солому составляли, копны, где-то... Где-то ее вообще не сжигали, где-то ее просто разрывали, растаптывали. Растаптывали, да. Где-то поджигали колесо, спускали с горы. С горы. Огромное количество интерпретаций, самая главная суть одна у них, что, значит, провожали. Провожали, да. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут, представьтесь? Ирина. Ирина, очень приятно. Будете ли вы сегодня уже печь блины? Сегодня нет, попозже. Попозже, хорошо. Ну что ж, ну масленицу-то отметите, будете встречать этот праздник? Обязательно. Обязательно. Ну, договорились. Хорошо, скажите, пожалуйста, как же называется масляная неделя по церковному уставу? Сырная седмица. Сырная седмица. Действительно, это так. Я вас поздравляю. Вы получаете два билета на спектакль «Танец звери». 21 февраля отправляетесь вы в Самарскую площадь. Я вас поздравляю еще с началом масленичной недели. Поздравляем. Поздравляем. Хорошо, скажите, пожалуйста, на вечерке, ну я думаю, нам Нина ответит на вопрос, потому что частый гость, частый организатор, да, я тут у меня вечерок, по крайней мере, присутствовали. На вечерке все-таки ждете именно в каких-то национальных костюмах, с каким-то национальным уклоном, либо всех желающих? Ну, мы стараемся вести так называемый, ну, дресс-код, что ли. Конечно, человек, приходящий вот на подобное мероприятие, должен немножко быть готовым к тому, что он попадает в среду, да, в такую, он должен быть соответствующий одет. Естественно, девочек мы ждем в юбках. Мы не сразу добились того, чтобы к нам, да, чтобы девочки понимали, что в юбках ходить хорошо, правильно, красиво, удобно, это может быть не совсем в пол, но колени, чтобы были закрыты. Мальчики, ну, естественно, в брюках. То есть, какой-то такой минимальный дресс-код, что он приветствует. Минимальный, конечно, никто не говорит, что нужно надеть царский сарафан и вот в нем прийти. Конечно, должно быть комфортно, удобно, вот, конечно, должна быть удобная обувь, потому что если это движение, понятно, что обувь. То есть, на высоченных каблуках не попляшешь. Не попляшешь, да, и как бы шлепки тоже не подойдут. То есть, какие-то, ну, может быть, там туфельки с небольшим какого-то, да. Благо переодеться и переобуться есть у нас где, поэтому вот с этим проблем нет. Но вы говорили, что так или иначе каждый пускается в пляс, как-то обучает какие-то движения. Не сложно ли вообще обучиться традиционному танцу? Нет, не сложно, но вот, по крайней мере, на вечерках мы учим самые простые формы, да, то есть это бытовые танцы, которые вот в конце 19-го, начало 20-го, парные танцы, начало 20-го века танцевали. Ну, игры, соответственно, да. А обучиться, если более уже глубоко копать в русскую традиционную пляску, в которой, собственно, мы с повертухой, с моим клубом занимаемся, мы уже более глубоко все это пытаемся копать, то есть это и сольная пляска, это парная пляска, когда вот парень с девушкой, допустим, или девушка с девушкой выходит плясать, то есть это и частушки, это и, естественно, более сложные, это кадрили. Вот, собственно, чем мы и занимаемся в клубе русского традиционного танца, повертуха. Очень всем советую, приходите и заниматься, потому что действительно это... Вот смотрите, какая у нас мода сейчас, да, на там всевозможные там в Самаре, там, не знаю, там, ирландские танцы какие-то там, да, там, были танцы, которые вот... Бели-дэнс, да, например. Фламенко, да, да. Восточные танцы, ирландские, да, то есть много всего. Но дело в том, что, чтобы себя идентифицировать, да, вот такой тоже очень интересный ко всем вопрос, ко всем телезрителям, да, но вот что вы... Можете, как бы сказать, на тему своей-то культуры. Понятно, фламенко, понятно, прекрасная совершенно культура, Никто не спорит с этим, да. Никто не спорит, но своего-то чего-то вы тоже должны знать, да, по крайней мере, станцевать ту же самую барыню, не выйти там коряво как-то, да, там, сплясать, допустим, да, и так далее. Это тоже нужно уметь. Это знание своей культуры, оно... В любом народе, как бы, приветствуется, и мы должны это хранить. Ну, должна быть гордость. Конечно, почему, допустим, те же самые лица кавказской национальности, они с гордостью пляшут в лесгинку? Почему мы не можем выйти на площадь и станцевать русского барыню, там, краковяк или еще что-то? И здорово, почти, ну, почти все ребята всегда, которые там даже, не знаю, в кафе каких-то, они собираются вместе, каждый может, и даже детишки. И на вечерках большой плюс, что многие приводят малышей с собой. И они уже там с трехмесячного возраста, они уже вот этой ритмой... Впитывают. Да, они их слышат в любом случае, потому что вот помогаешь плясать иногда, там взрослый мужчина подходит, возьми меня поплясать. И три притопа, два прихлопа, это тяжело бывает людям, потому что тело, оно не готово, а все же просто. И на вечерках такой шанс, мы возьмем, мы поможем, мы научим в любом возрасте прийти, и это, правда, это чудесно. Это и осанка какая-то другая вырабатывается у людей. Здоровье. Что ж, я думаю, надо пригласить наши следители еще раз на вечерку, приходите, 18.00, правильно? Да, да, 21 февраля, 18.00, Ленинская, 61. Самарский центр русской традиционной культуры. Ну, я думаю, под занавес нашего с вами блока давайте что-нибудь, пожалуйста, споем еще, или сыграем. Ну, наверное, что-нибудь споем, да? Сыграем, я принес сегодня, прямо скажу два слова, это традиционные, значит, гусли, вот, оказались они у меня в руках, вы знаете, последние наши раскопки по Самарской области нам уже поинтересные такие очень сведения дали, что у нас, оказывается, тоже этот инструмент бытовал на территории Самарской области. Правда, бытовал он в чувашских селениях, вот, в Исоклинском, например, районе мы нашли потрясающий инструмент, он называется у чувашей кисле. Вот это большие шлемовидные гусли, вот, ну, это вот псковский инструмент, как бы, на нем я играл, под него пляшут. Андрей учит в центре, проводит занятия, да, старается. Я медленно, наверное, к этому вез, да, вез, значит, клуб русской традиционной игры на гуслях с лавишей, я веду, записывайтесь, поучимся играть. Да, у нас есть несколько инструментов, куплено специально, да, для того, чтобы просто попробовать даже. А фольклорный, значит, фольклорный ансамбль «Старинная казачья песня Вольница», собственно, участниками Коева мы все являемся, 10 лет уже нам, и мы ездим, да, 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 мы ездим в фольклорные экспедиции на Дон, и изучаем «Я сам потомственный казак», и, в общем, такая дань, вот, своим корням, и мы уже вот вместе уже 10 лет. Сейчас мы что-нибудь спаем такое красивое-красивое, протяжное-протяжное, непонятное-непонятное. Потом расшифруем. Потом расшифруем. Ну, давайте, ветерочек. О, и ты подуй-ка с пулям, ох, ветерой, ох, ветерой, ох, о, 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 о Прямо к маше, а ты по-даку, Ай-яй-яй, по-даку, ай-яй-яй, По-даку, ай-яй-яй-яй, Прямо к маше, а ты по-даку, Ай-яй-яй, по-даку, ай-яй-яй-яй, По-даку, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, спасибо вам огромное. Я думаю, необходимо и по заказу наверняка этих зрителей собраться когда-нибудь еще у нас в студии и просто попеть практически весь эфир. Большое удовольствие. Обещаем. Что ж, ну а сейчас давайте смотрим, вспомним, как же прошла Масленица в прошлом году и вернемся в студию, поговорим еще о каких-то интересных событиях. Широкий праздник Масленицы на площади Куйбышева собрал огромное количество гостей. Начиная с обеда на двух площадках музыкальные коллективы сменяли друг друга. Народные гуляния проходили под зажигательные песни ансамбли «Жигули» «За бабушка. Самарские узоры». Главным украшением праздника стал огромный пузатый самовар, а по периметру площади расположились палатки с блинами и горячим чаем. В этом году последний день Масленицы совпал с прощенным воскресением. Пришедшие на праздник, не стесняясь, просили друг у друга прощения. Я прошу прощения у всех, кто меня знает, и кого я когда-либо обидела. Простите меня, Христа ради, и вас Господь простит. Проводить зиму вместе с самарцами прибыл и глава города Дмитрий Азаров. Есть народное поверье, как Масленицу проведешь, так год и сложится. И пусть этот год будет счастливым для Самары, добрым, радостным, веселым, чтобы мы на славу потрудились. Я хочу всем пожелать счастья в каждый дом. Яркого весеннего солнца, которое бы не покидало ни наш город, ни наши дома. И, конечно же, в этот день по русской традиции я хочу попросить прощения у всех самарцев за вольные и невольные обиды. Простите, люди добрые, и с праздником вас! Повеселиться от души могли и взрослые, и дети. Многие мужчины пытались взобраться на шестиметровый столб за подарками, а детей развлекали веселые клоуны. На память о празднике можно было приобрести сувениры от народных умельцев из города Мастеров. Ярослав, а что не купили? Какой подарок? Что, одеваешь колючки? Колючки? Да, такие большие. Ну, а колючки же они колются. Зачем тебе колючки? Это ненастоящие, я считаю. Они там более не поточены. Их просто одеваешь на руку и так злая. Колючек у меня нет, ну, валят. Да? Будешь носить? Я не хочу. Давай, не грусти, в такой день не надо. Сжигать чучело масленицы из соображений безопасности не стали, что не помешало отдыхающим весело проводить зиму и встретить весну. А что же в этом году ожидается на площади Куйбешева, как раз сегодня и узнаем. У нас в эфире организаторы очень интересной ярмарки «Город Мастеров», ну и, собственно говоря, участник этой ярмарки, мастерица. Итак, представляю Елена Антонова, куратор «Города Мастеров», и Екатерина Воробьева. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что состоится, когда, во сколько ждете гостей? Добрый день. Мы уже во второй раз в этом году на площади Куйбешева организовываем, открываем «Город Мастеров», благодаря поддержке городской администрации, в частности, Департамент культуры, туризма и молодежной политики. Огромное, огромное спасибо от всего рукодельного сообщества «Самары». На площади Куйбешева в этом году, как и в прошлом году, соберется сборная команда мастеров городского округа «Самара», которая представит свои, ну, не побоюсь этого слова, шедевры, и покажет, что же могут сделать две человеческие руки. Вот пять пальцев, десять пальцев, две руки. Все это можно будет потрогать. Понравившиеся экспонаты забрать с собой домой, потому что люди готовились к Масленице весь год для того, чтобы у них были, у этих вещей появился дом, чтобы они ушли к новым хозяевам. Я принесла небольшую коллекцию из дома вещей, которые делают наши самарские мастера. Вот эта вот традиционная глиняная игрушка, которая, ну... Ну, пусть она у нас так на столике стоит сейчас, наш оператор. Немножко осовременена, но основные какие-то параметры сохранены, и самое главное, что это глина наша самарская, она ниоткуда к нам не привезена, потому что это просто невозможно. То есть она добывается у нас в Самарской области и вот превращается в такие вот шедевры, в такие скульптурки. Ну, техника валяния, это тоже традиционная техника для русского человека. Да, мы все валяли валенки, и мы все в них ходили, потому что это тепло и комфортно, но валяние трансформировалось вот в такие образцы. Это может быть и брошка, это может быть заколка, это может быть все, что угодно. Все зависит от фантазии. Ну, вот такие вот добродушные челобреки. Это тоже все валяние. Раньше это был кусочек шерсти маленький, он превратился в игрушку. Сейчас превратился в игрушку. Талисман, быть может, для кого рассказать. Может быть, может быть, может быть. Ну, и вот ангелок — это вязание крючком. Вот. Кажется, что все умеют вязать крючком, но я думаю, что не все умеют так. Вот. И мы в прошлом году положили зачин такой традиции. В этом году здесь в эфире очень интересно рассказывали о традициях, характерных для Самары. Мы в прошлом году положили начало такой масленичной традиции. «Мы связали солнце». Это вот... Я обращаюсь... Фрагмент, да. Вот как раз рядышком со мной сидит солнце, не просто так пустое место. Да, да, да. Сидит солнце, которое должно взойти у нас в прощенное воскресенье на масленицу. Но оно не взойдет, если наши дорогие самарчане не примут участие в увеличении радиуса солнца. Поэтому я приглашаю всех 22 числа принять активное участие с помощью наших мастеров в довязывании, в продолжении вязания солнца. То есть это тоже будет так онлайн? Это будет онлайн. Это вязалось онлайн в прошлом году. Прямо вот первая петелька была завязана на масленице в прошлом году. И в этом году нам нужно эту традицию продолжать. После того, как ведущий объявит, что зима ушла, солнце взойдет на центральной сцене. И станет тепло. И станет тепло. Придет весна. И станет тепло. Замечательная традиция, я думаю, да, хорошая, хорошая традиция, которая, может быть, потом, когда они будут рассказывать вот так вот в эфире из уст в уста. Хорошо. У нас сегодня присутствует еще Екатерина, собственно говоря, участник города мастеров. Тот человек, который порадует своими талантами. Екатерина, хочется первое, наверное, спросить. Впервые ли принимаешь участие в подобной ярмарке? Я проводила мастер-класс для вашего канала. Это, кажется, город мастеров называлась передача. Вот. Мы делали народную куклу. То есть день-ночь. Так что второй. Так что второй. Хорошо. А как узнала вообще об этой ярмарке? Как узнала о городе мастеров? Я имею в виду именно об этом событии. Кто стоит 22 февраля? Мы стараемся участвовать вообще во многих мероприятиях. То есть вот для такого представления о деятельности мы взяли с собой благодарственные письма, грамоты с разных мероприятий. То есть и международных. То есть это кипа? Например, есть кладовая ремесел. В декабре проводится в ДК, чтобы мастера могли обменяться как бы. Опытом другие посмотреть. Да, да, да. Здесь вот Масленица. То есть проводится множество мастер-классов. В прошлом году это были три больших шатра, в которых не истекал народ. То есть и дети, и взрослые, и пожилые люди с удовольствием просто делали самые разные вещи. Там было и валяние, если я не ошибаюсь. Мы плели из кожи, работали с медью. То есть... Но в этом году тоже будут мастер-классы? Да. В этом году традиция мастер-классов сохраняется. Мы приглашаем всех на мастер-классы. Будут мастер-классы по изготовлению обереговой куклы. Птица радость будет изготовлена на мастер-классе. И благополучница. Это такие традиционные куколки, которые должны быть в доме. Какая прелесть. В основании монетка. То есть обязательно с числом пять. Вот она должна привлекать благополучие в семье. У нее ручки вот так вот держатся. Вот. И должна она смотреть на вход. То есть каждый сможет прийти, в общем-то, поучаствовать, сделать сам эту куклу и забрать ее домой, естественно. Потому что на всех мастер-классах люди забирают домой то, что сделают. У нас есть еще один вопрос для наших телезрителей. Собственно говоря, опять же, посвящен Масленице, конечно же. В какой технике выполнен мультик «Ишь ты, Масленица»? Ну, я думаю, каждый, наверное, смотрел этот мультик. Замечательный, веселый, интересный. Варианты ответа – это кукольный мультфильм, рисованный, пластилиновый или анимационный. 202 на 1122. Если ответите верно, то получите билеты в кино. «Киномечта» ждет вас на любой киносеанс. Катя, хочется к тебе обратиться именно по твоей, скажем так, ну, я не знаю, кстати, это уже как профессия или все равно хобби для тебя? Это рукоделие – это хобби. В принципе, любая женщина должна… У нас первая увлеклась мать. Леуша Азватовна, она человек очень яркий, творческий и увлекающийся. То есть я первая из пяти детей. Вот. И она сама увлеклась и нас вовлекла в это занятие. То есть она у нас родоначальник всех идей. То есть вышивка бисером, допустим, до того, как ей увлеклись все. То есть вышивание, сожжение на бель – это старинная вышивка, объемная. К сожалению, работы сейчас нет в подходящей технике. А вот это вот… Я не знаю даже, что это за техника. Я так понимаю, что это какая-то кожа, да? Это декорирование кожей и вышивание бисером. Сначала делается вышивка, вот. Потом уже идет декор. Она функциональна. Угу. То есть… Такой элемент декора… Подарочная такая. Для нас мероприятие – это не столько ярмарка, там, сколько внимание. То есть если ты что-то делаешь, очень хочется, чтобы люди как бы высказывали свое мнение. Когда мастера делятся своими вот какими-то наработками, то есть это очень интересно. Ну, внимание, оно, наверное, всем необходимо. А сколько вообще уже занимаешься рукоделием? Десять лет. Десять лет? Да. Слушай, ну это действительно такой уже глобальный опыт, я считаю. Ну вот последние три года мы как раз участвуем в самых разных мероприятиях и проводим мастер-классы. То есть по любому направлению. А вот это какие-то очень интересные… Это вот часть мордовского костюма, традиционного национального. В переводе – это хвост. То есть похрома – это вот в ней должен запутаться злой взгляд. Вот это все должно звенеть. Откукивать. Да, да. И носилось это, естественно, сзади. Ну, что самая ценная женщина. И чем больше всего навешано, тем лучше, тем богаче. То есть бывает вот такая вот двойная, а бывает, наоборот, пошире и единая. Единая, да. Вот мне рассказывали, что я вот читала в книгах как бы про бахраму такую и видела на костюмах. А мне говорили, что вот еще бывает бисерная бахрама. Такие тоже очень хочется сделать. Вообще, идей много чего хочется сделать. Слушайте, но опять же, я так понимаю, что это все не просто так вот. Это какой-то обряд, да, в каждом. Конечно. Обереговая кукла, обрядовая кукла. Там столько смысла заложено. Ну, допустим, декорирование кожи, то есть вот здесь вот бутылка, да, глиняные сосуды, да. Раньше же как бы не было возможности, чтобы вот слегка треснул или вот какой-то надкол появился выбросить. Это же роскошь, барство вот так выбрасывать. Поэтому латали и кожей, в частности, то есть как бы... Угу. Хорошо. У нас есть, напоминаю, вопрос к вам, дорогие телезрители. В какой технике выполнен мультфильм «Ишь ты, Масленица»? Ну, я думаю, каждый смотрел этот мультик. Очень интересно. Ну, по крайней мере, если не смотрел, за это посмотрите. Тем более на «Масленичной неделе». 202-11-22, ответите верно, получите билеты в кино. «Киномечта» ждет вас. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Акшеничникова Петона Альбертова. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, в какой же технике выполнен мультик «Ишь ты, Масленица»? Рисованный. Он действительно рисованный 1985 года по мотивам сказки о бедняке, который наказал богача за жадность. Я вас поздравляю, билеты в кино достаются вам, ну и, конечно же, вас поздравляю с началом «Масленичной недели». У вас есть буквально несколько секунд, чтобы пригласить еще раз. Во сколько начало? Начало в 10 утра. Город мастеров открывает свои врата в 10 утра. И с 10 до 18.00 мы ждем всех-всех-всех в нашем городе мастеров. Более 100 мастеров в различных техниках будут ждать вас, чтобы вы оценили их усилия, труды и приобрели подарки своим дорогим, близким, друзьям. Мы, может быть, нашли себе какую-то идею. Люди творческие все-таки. Нашли себе занятие по душе. Что ж, ну я вас поздравляю с началом «Масленицы». Желаю, чтобы действительно все прошло замечательно 22-го числа. Ну и вам, дорогие друзья, желаю замечательной «Масленицы» и вкусных, очень вкусных блинов. Угощайте своих родных и близких. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»